Строительные площадки Краснодарского края отлично подойдут для изучения географии. На них можно встретить выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении. Меньше всего – россиян. Одним из рейдеров по количеству трудовых мигрантов в регионе является Новороссийск. За два месяца в рейдах по выявлению нелегальных иностранцев в городе проверили 10 тысяч человек. На одну из строек многоквартирного дома в городе Героя сегодня нагрянула высокопоставленная проверка. Увидеть губернатора, начальников краевых управлений ФСБ и полиции работники явно не ожидали. На этом объекте нарушений не оказалось. Все мигранты трудятся легально с патентами, хотя еще полгода назад здесь нашли 11 граждан Узбекистана. Все они были без разрешительных документов. Застройщик попытался переложить вину на подрядчиков. Мы с теми подрядными организациями, с которыми работаем, они уже на рынке 5-6 лет. Рабочих, которых они привлекают, вот постоянные у нас, они по 10-12 лет уже тоже приезжают, постоянные специалисты. Это просто мы дополнительно привлекали людей в подрядные организации. Она себя в Краснодаре хорошо зарекомендовала, попросили их увеличить здесь людей, привлечь. И вот на момент того, как у нас на объекте появились эти 11 человек, и с ними обсуждался вопрос привлечения их на работе, был рейд, и вот выявили хорошо вовремя. Давайте договоримся, что за подрядчиков, за тех рабочих, которые работают, у подрядчиков, которых они привлекают, отвечает заказчик. По-другому, по-другому порядок не наведем. Кто-то должен один в целом отвечать за стройку. Потому что у подрядчика, конечно, есть субподрядчик. Каждому субподрядчику мы полицейского не приставим. Поэтому здесь заказчик отвечает. Вот ответственность работодателя пока не будет жесткой, и жесткие меры по отношению к нему применяться не будут. Мы будем иметь 11, 12, 15 и непонятно сколько вот таких нелегальных рабочих. Краснодарский край – четвертый регион в России по объемам предоставленных мигрантам трудовых патентов. В прошлом году их выдали 42 тысячи. Однако по оценке кубанской полиции эта цифра на самом деле должна быть больше в два раза. Скрывать иностранцев, незаконно находящихся на Кубани, помогают местные бизнесмены. Одним из основных факторов, влияющих на приток мигрантов в регион, является ориентированность работодателей на дешевую иностранную рабочую силу, а также деятельность различного рода посредников. На заседании Краевого оперативного штаба губернатор потребовал от своих заместителей усилить борьбу с незаконной миграцией. И если власть захочет найти контакт и поставить заслон, и договориться, если хотите, с бизнесом, или поставить жесткие условия бизнесу, потому что это бизнес, в первую очередь, который обеспечивает рабочими местами нелегальных мигрантов, что этого быть не должно, этого не будет. А если ведутся какие-то соглашательские моменты между властью и бизнесом, конечно, мы будем иметь нелегальных мигрантов. А коллеги в погонах будут выявлять, кто у вас отвечает за это направление. Поставьте задачу не просто в кабинете мониторить, а с выезда он каждую неделю должен быть в каком-то районе. И реально посмотреть, допустим, на ситуацию не из кривого кабинета, а на земле. Жестко подходить к требованию и смотреть не потому, что выявили случай, а потом сделать так, чтобы последствия от выявленного случая аукнули и бизнесу, бизнесмену, и в том числе тем, кто с ним взаимодействует со стороны уже власти. Размер максимального штрафа для работодателя за нелегального мигранта сегодня составляет 800 тысяч рублей. Однако бизнесмены все равно идут на риск. Поэтому необходимо ужесточать не только миграционный контроль, но и наказание для тех, кто приглашает зарубежных граждан к себе на заработки. Мы сколько угодно можем выписывать штрафов, сколько угодно раз собираться, но этот процесс никогда не остановится, пока работодатель будет приглашать нелегальных мигрантов для нелегальной работы. Первая ответственность работодателя. Я еще раз подчеркиваю, не будет работы у нелегальных мигрантов, никто туда не приедет. Будет работа, конечно, они сюда поедут. Вот и все. Как на рынке спрос рождает предложение. Вот мы должны сделать так, чтобы невыгодно, еще раз подчеркиваю, невыгодно работодателям было прибегать к услугам нелегальных мигрантов. Говорили в том числе и о введении обязательной регистрации иностранных граждан. Сейчас достаточно, чтобы принимающая сторона отправила по почте уведомления о постановке на миграционный учет. И не факт, что работодатель внесет в список всех, кто приехал на заработки из-за рубежа. Чтобы озвученные инициативы воплотились в жизнь, необходимо усовершенствовать миграционное законодательство в целом. Спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко поддержал идею Вениамина Кондратьева подготовить предложение в Государственную Думу. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Новороссийск.